МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Персональный акцент. Сегодня Молдова отмечает День национального языка. 29 лет назад, 31 августа 1989 года, Верховный Совет нашей Республики принял закон о функционировании языков на территории Республики Молдова. Молдавский язык, достояние наших предков, был признан государственным языком в нашей стране. Но то, чему мы оказались свидетелями во время возложения цветов у памятника Штефана Чалмария, вновь заставляет задуматься о будущем нашей страны, о том, день какого языка мы сегодня отмечаем, и почему из-за право радикальных политиков вновь повеяло началом 90-х. Об этом поговорим сегодняшним гостем, доктором права Сергеем Мишином. Здравствуйте! Добрый день! Итак, что же мы сегодня отмечаем? Если к тому же вспомнить, что закон от 31 августа 1989 года Конституционным судом был признан устаревшим. Не так давно, буквально несколько месяцев назад. И вот сегодня мы продолжаем отмечать День национального языка. Ну, вы знаете, для меня очень большое такое непонимание, что же мы празднуем сегодня, действительно. Потому что, ну, раз вы уж признали закон о функционировании языком устаревшим, раз вы уж говорите, что он недействителен, то тогда и праздника нет. Тогда у нас должен был быть сегодня обыкновенный простой рабочий день, как и вчера и позавчера, и остальные другие дни. Почему я так говорю? Да очень просто. Дело в том, что откуда появилось вообще понятие 31 августа 1989? Вы правильно очень заметили, что это как раз и было рождение, то есть закона о функционировании языков, где впервые в истории тогда еще МССР, потом и впоследствии Молдовы, было написано, что государственным языком в Республике Молдова является молдавский язык на основе латинской графики. Это было закреплено в этом законе. Истекая из этого закона, появилась потом в Конституции 13-я статья, часть 1-я, которая провозгласила молдавский язык государственным языком. Соответственно, праздник был объявлен 31-го языка как день родного языка. Но день родного языка — это молдавского. Не то, что сейчас на площади творится лимба-настрыча румыны. Причем здесь вообще румынский язык? И почему у нас последние, скажем так, с 90-го по 2001-й и с 2009-го по 2018-й мы все время говорим о румынском языке? Мы отдельное государство, Республика Молдова. И мы, граждане Молдовы, хотим говорить на молдавском языке. Мы абсолютно не хотим и не приверженец румынского языка. Те, кто приверженец румынского языка, пожалуйста, никто вам не запрещает говорить на румынском языке. При этом к нам приезжают иностранцы, они не могут говорить на английском языке, на немецком, на французском, если это их родной язык. Но не надо навязывать нам, жителям этого государства, язык другой страны. Мы — исконные молдаване. Мы живем на территории Республики Молдова. Поэтому для нас родным языком является именно молдавский. И вот сегодня как раз состоялась пресс-конференция, где было объявлено о том, что дан старт по сбору подписей в защиту молдавского и русского языков. Почему именно эти два языка? Если мы возьмем предысторию опять-таки того же решения, где признали закон о функционировании языков устаревшим, либеральная партия подавала какой запрос? О том, чтобы отменить статус русского языка. Наш же Конституционный суд, несмотря на то, что объектом был статус только русского языка, пошел далее. Он вообще признал весь закон устаревшим, то есть недействительным. Соответственно, он сегодня что сделал? У нас единственная подпорка. Для 13-й статьи Конституции, как первой части государственного языка, так и второй части защиты русского языка и иных языков, которые действуют на территории Республики Молдова, был именно закон о функционировании языков. Отменив его, то есть признав устаревшим, что они делают? Они сегодня дали зеленый свет той законодательной инициативы, ведь многие забыли про нее, где они же дали положительный авиз, который подавали либеральная партия, чтобы изменить 13-ю статью, часть первую, и вместо молдавского языка в Конституцию ввести понятие румынский язык. То есть практически открыли двери для того, чтобы изменить название государственного языка с молдавского на румынский и таким образом уже закрепить... Единственной защитой, и почему это нельзя было сделать до сих пор, был закон о функционировании языков, который защищал непосредственно молдавский язык как государственный. А у нас что сейчас происходит? Закона нет, соответственно, делай, что хочешь с Конституцией. Можно заходить и менять 13-ю статью. И я думаю, вот мое мнение, что они и пойдут на это, скорее всего. Поэтому мы инициировали сегодня совместно с общественной организацией «Заря», то есть за русский язык, большую акцию по сбору подписей. И призываем всех граждан Республики Молдова, которым не безразлично, поддержать нашу инициативу, собрать подписи. За то, чтобы молдавский язык в Республике Молдова был государственным языком, русский язык был официальным языком. Но ведь получается, что сегодня Молдова, как бы оказывается, вновь, знаете, словно в машине времени, отмотала лет 20, если не больше назад, оказалась снова в начале 90-х, вот в вопросе именно языкового характера и в вопросе функционирования языков. В начале 90-х мы помним, что именно этот языковой вопрос поджег конфликт между двумя берегами Днестра, правом и леом. И вот это расхождение понимания того, на каком языке говорит титульный этнос, какое право есть русского языка на этой территории, как раз и послужило, в общем-то, началом конфликта. И мне кажется, что сегодня кому-то, вот из власть придержащих, из кураторов этой власти, наверное, захотелось вернуться в эти начала 90-х для того, чтобы снова вернуть нас в какую-то горячую фазу столкновения политических и общественных интересов. Но это не только мое наблюдение, об этом уже говорится достаточно громко. Я с вами согласен, что в начале 90-х годах действительно вознил конфликт и разделило Приднестровье и правый берег Молдову на две границы, на две территории. Но даже в тот момент 90-х годов, если мы с вами вспомним, то все равно Конституция была принята у нас в 94-м году. И тогда в Конституцию был записан молдавский язык как государственный. То есть в тот момент были не настолько радикально настроенные политики, власть придержащих, как сегодня. Вы посмотрите, что творится сегодня. Либеральная партия кричит о том, что у нас румынский язык. Либеральная демократическая партия кричит, что у нас румынский язык. Майя Санду с господином Настасьей и своими партиями кричат, что у нас румынский язык. И это все поддерживает власть, придержащая демократическая партия. И они делают вид, что они борются между собой, но поддерживают одну и ту же идею. Понимаете, искоренение молдавского языка с этой территории. Мы с вами должны себе отдавать отчет. Да, конечно, языковой вопрос, он больной вопрос. И Латвия это проходила. Мы с вами видим, что в Украине сегодня творится. Опять-таки, откуда это началось? С языкового вопроса. Здесь намеренно разжигают конфликт. Конфликт на языковой почве. Разжигается этот конфликт с Соединенными Штатами Америки. И это уже ни для кого не секрет. Это украинский сценарий, это прибалтийский сценарий. Была попытка в Казахстане то же самое сделать. Даже в Белоруссии была попытка, но не увенчалась успехом. Вот следующая страна, которая стала на путь, чтобы разжечь конфликт, это стали мы. То есть Республика Молдова. Вот это маленький островочек. Почему это возможно? Потому что у нас есть гагаузы, где автономия, автономно-территориальная единица, которая никогда не согласится жить под румынским языком государственным и без русского языка официального. У нас есть тераклия, где компактно проживают болгары, которые также не согласятся с этими постулатами. И у нас есть очень много русских, украинских, сел ромов, еврейских, немецких и других национальностей, которые также не станут на то, чтобы пойти на румынский язык и жить без русского языка, как языка межнационального общения. Но здесь есть еще один момент. Если мы с вами поднимем все опросы, которые существовали в Республике Молдова, в том числе недавно, буквально месяц назад, проводился опрос, какой язык должен быть государственный. Молдавский, румынский или не определились. То есть было всего три. Так вот, за молдавский язык высказалось 73% населения Республики Молдова. Да почему вообще этот вопрос не вынести на референдум? Смотрите, законодатели опять же берут на себя право решать за рейс. Господа демократы и их парламентское большинство, они вообще не привыкли, если вы заметили, ни в чем советоваться с народом. Особенно в таких сложных и глубинных вопросах. Они все понимают прекрасно, и демократы, и либералы, и либерал-демократы, и иные партии, что если они вынесут этот вопрос на референдум, то их ждет крах. Никто не выскажется за румынский язык, все как раз выскажутся за молдавский. Мы не хотим идти на референдум сознательно, по двум причинам. Первое, мы понимаем, что нам никто не даст этот референдум провести, потому что иначе мы забьем им и их политику, и политику их хозяев, которых они пытаются сегодня прислужить. И второе, мы все-таки не хотим сегодня тратить бюджетные деньги. У нас довольно много волонтеров, которые согласились взять подписные листы и просто пойти из города в город, из села в село, чтобы собрать эти подписи. Зачем? Лучше пустить эти бюджетные деньги, вместо того, чтобы тратить на референдум, мы пустим на пенсии, на зарплату учителям, врачам или кому-нибудь другому. Но, собрав подписи, хотя бы 200-300 тысяч, мы уже покажем всему парламентскому большинству, что, ребята, не шутите с огнем. Потому что если вы начнете шутить с огнем, то завтра встанет вся республика. Это не будет касаться только Гагаузов или Болгар. Встанет вся республика, встанет все 73% населения, а это будет где-то около 1,8 млн, а то и 2 млн людей, которые скажут вам нет. И не будут молчать, потому что наш народ, слава богу, 27 лет молчал. Но сегодня по реакции, даже после пресс-конференции, когда мы анонсировали о том, что объявляем акцию по сбору подписей, очень много откликов. Уже даже пошли, мы как бы старт дали с завтрашнего дня, уже сегодня спрашивают, куда прийти, где подписаться. То есть нас это очень радует, что люди у нас стали уже небезразличны. Люди понимают, что их пытаются сегодня обмануть. Люди понимают, что их уводят в другую страну. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, если у нас, не дай бог, внесут в конституцию государственный язык румынский, то уже мы завтра с вами или послезавтра можем просто проснуться без государства республики Молдова. Вот смотрите, принципиальная позиция граждан Приднестровья, вот эта территория, мне кажется, студила горячую голову в Кишиневе. И, наверное, это и послужило тому, что синтагма, молдавский язык, появилась в конституции 1994 года. Это мое мнение. Вот сегодня, чья принципиальная позиция? Понятно, этих 72% опрошенных людей, то есть люди, которые готовы поддержать свое, то есть поддержать наше право говорить на государственном, на молдавском языке, на языке, ну, не знаю, многовековом, на языке народа, который здесь проживал и существовал как государство, то есть оформил свою государственность гораздо раньше, чем соседняя Румыния. И в этом споре историков, как правило, сегодня, ну, в общем-то, почему-то побеждают чиновники, которые рисуют учебники для наших детей, которые изучают историю румын, вместо того, чтобы изучали историю Молдовы. Сегодня ведь даже вот если, ну, те, кто наблюдает, те, кто управляет политическими процессами в Молдове, понимали, что в 1994 году принималась конституция и, конечно, была вписана синтагма в молдавский язык, понятно, что тогда не прошло бы, допустим, название тому языку, как румынский, и не готово было население это все воспринимать. В большинстве живших на территории Молдовы изучали историю своей страны по советским учебникам, они называли это язык молдавским, народ молдавским, и никто особо не стремился называть себя румын, кроме, наверное, очень радикально настроенных политиков. Сегодня сформировано уже не одно поколение молодых людей, которые изучали историю румын, которые говорят, что мы румыны, мы не просто два братских народа, мы единое целое. И вот этот шаг, который, то есть вот это, наверное, главное, ну, будем говорить, главное брешь, которая пробила, ну, вот в стене государственности пробила, вот либеральные политики пробили в стене государственности или даже фундаменте молдавской государственности. И вот как быть тут, удалось бы каким-либо образом все-таки отстоять право наших с вами детей, учащихся изучать историю собственной страны. Ведь не секрет, что многие родители, например, да, помогают своим детям в школьном образовании, но тем не менее на столе лежат еще учебники для того, чтобы кругозор ребенка не был ограничен вот этими вот тоненькими книжками, которые, да, брошюрами, которые так громко называются «История». Ну, вы знаете, действительно, я бы не удручал так ситуацию, что вот либеральная политика и либеральное образование пробило брешь. Нет, если бы она пробила брешь, то у нас не было бы сегодня статистики, что 73% населения считают, что государственным языком должен быть молдавский, и только где-то около 16 или 17% считают, что должен быть румынский язык государственным языком. То есть брешь не пробита. У нас сейчас задача как раз наоборот. То есть мы видим, что сегодня управляется государство определенным анклавом политиков, который не видит и который не является государственниками этой страны. Они пытаются продать нашу независимость и наш суверенитет. Кто через объединение с Румынией, кто через введение евроинтеграции в Конституцию, то есть различными методами. Они хотят передать суверенитет и независимость одной или другой стороне, одной или другой стороне. Так вот наша с вами задача сегодня как раз наоборот. Наша с вами задача не с населением работать, а выбить этих политиков из своих кресел, чтобы туда пришли действительно патриоты этого государства, чтобы пришли государственники, которые уже не... Вот они уже и тогда и поменяют историю с Румынии на Молдавию. Они уже закрепят молдавский язык государственный настолько жестко, что никто не сможет уже последующий прийти и изменить это, даже если государство перестанет существовать. Они закрепят тот же русский язык настолько жестко, что уже никакая партия не сможет обратиться ни в какой Конституционный суд, неважно, будут там граждане Румынии или граждане Германии, у нас, видите, все возможно, да, что в Конституционном суде Республики Молдова сидят граждане других стран и выдают свои заключения. Настолько жестко закрепили бы эти два понятия, и у нас этот вопрос был бы снят. Вот у нас по логике вещей, да, что нужно сделать? Вот сегодня есть 13 статья Конституции, есть закон о функционировании языков, два нормативных акта. Вот первую часть статьи, где написано, что молдавский язык является государственным, нужно более жестко закрепить в законе о функционировании языков и вывести его в такое конституционное поле, что никто бы не смог к нему подойти. А русский язык ввести просто в 13 статью, часть вторую, не написать, что он регулируется специальным законом, а прямо там закрепить его статус, что русский язык является официальным языком в Республике Молдова как язык межнационального общения. И этим мы уберем все вопросы. Вот все вопросы, которые возникают у нас на протяжении 27 лет, они уйдут, просто уйдут в небытие. И тогда он нам легче будет разговаривать с гагаузами, нам легче будет разговаривать с болгарами, нам легче будет решать приднестровский вопрос, нам легче будет разговаривать с украинцами, русскими и иными национальностями, проживающими в стране. Ведь при этом, если мы закрепим и снимем этот вопрос, у нас и уйдет другой вопрос, который всегда все задают, что русскоязычное население не хочет изучать государственный язык. Да, такая проблема существует, но он не хочет изучать не потому что он просто не хочет, а потому что существует три фактора. Первый фактор, что государство обязано обеспечить интеграцию этнических меньшинств на территории в общество, и оно это не делает, и никогда не делало на протяжении 27 лет. Она все время заставляла, заставляла, заставляла. Второе, должен быть переходный период для изучения языка. То есть, что это такое? Вот я русскоязычный человек, я не знаю государственного языка, я прихожу работать в госструктуру. Меня принимают туда, не говорят, иди, вот, поучи язык за свой счет. То есть, наоборот, незнание молдавского языка, в общем-то, в карьере. А меня принимают туда и говорят, вот, знаете, испытательный срок. Вот мы тебе дарем полгода, так как ты госчиновник, ты пришел работать на госслужбу. Мы тебе даем полгода. Вот тебе бесплатные курсы наши, качественные, оплачиваемые за счет бюджета. И там качественный преподаватель, на которые ты должен ходить и изучать государственный язык, при том, что ты знаешь свой родной. И я, и если ты за полгода пройдешь эти курсы и будешь знать, ты останешься дальше работать и будешь расти в карьере. Если ты это не сделаешь, тогда, извини, будь добр, будешь уволен. Вот когда человеку дадут, то есть он будет осознавать, что он знает свой родной язык, и он может еще выучить государственный язык, и дальше от этого будет зависеть его карьера, его заработная плата, пенсия и так далее, что он может обеспечить за счет этого семью. Поверьте, он пойдет и выучит его за эти полгода. И начнет работать на нем. И тогда он будет знать два языка. У нас за 27 лет, хоть раз это было сделано, ни разу, но у нас сделали какие-то подобия бесплатных курсов чуть выше премарии, где люди, причем сами, русскоязычные, идут, записываются туда на курсы, они должны начаться через месяц. Они перезвонят, извините, мы сегодня группу не набрали, подождите еще 2-3 месяца или полгода, может быть, мы наберем, и вы придете изучать. Это забота государства о людях? Это желание интегрировать нацменьшинство в общество? О чем мы говорим? А когда вот, пожалуйста, в Гагаузию мы приезжаем, Гагаузы сами говорят, ребята, мы хотим, чтобы наши дети знали государственный язык, чтобы они жили на этой территории, чтобы они могли поступить в вузы республики Молдова. Но мы ничего не можем сделать, потому что когда наш ребенок идет в детский сад, и мы говорим, пусть им преподают государственный язык, нам говорят, извините, у нас нет преподавателя, у нас нет такой штатной единицы, потому что министерство или кто-то не дал ее. Так о чем мы тогда говорим? Что вы тогда заставляете? Что вы говорите, что русскоязычное население не выучило? А что вы сделали для того, чтобы это было? Хотя это все гарантирована конституция, и это обязанность государства. Обязанность сделать. Тем не менее, смотрите, из тех заявлений, что прозвучали сегодня на таких вот праздничных мероприятиях у памятника Штефану Чалмаре, звучало очень много радостных таких вот заявлений относительно того, что румынский язык вернулся домой. Но вот самое радикальное выбралось того, что было слышно, произнесено небезызвестным Михаимом Гимпу, не чувствуя себя хорошо дома румынский язык, заявил Гимпу, его припирает к стенке русский язык. Вот неожиданный, честно говоря, поворот. Каким образом русский язык может мешать румынскому языку в стране, где государственный молдавский язык? Могу объяснить, почему господин Гимпу такое. Дело в том, что людей, которые считают, что они общаются на румынском языке в республике Молдова по разным статистикам, от 7 до 10%. То есть, если так взять приблизительно, это 150-200 тысяч человек. А вот русскоязычного населения, для которых русский язык это не только язык межнационального общения, но вообще практически родной, их около 700 тысяч. А носителей русского языка, то есть я беру и те молдаван, которые общаются на молдавском и на русском языке, их где-то около полутора миллионов, а то и миллион восемьсот. Так, господин Гимп, у меня вопрос. Что больше, миллион восемьсот или 150-200 тысяч? Так почему миллион восемьсот должны разговаривать на языке, на котором хотят разговаривать 150-200 тысяч? Может, 150-200 тысяч подстроится под миллион восемьсот или под два миллиона? Вот господин Гимп у него, я понимаю, что он юридически заканчивал там 10 лет, по-моему, вместо трех, но у него, по-моему, с математикой было плохо. Он считать просто не умеет и взвешивает параметры. Но меня поражает больше другое. Понимаете, то, что господин Гимпу высказывается, ну, лидер партии, да, либеральный, ему платят румыны, ему это положено. Но вот почему наши лидеры сегодняшние, то есть парламентское большинство в виде господина Канду, в виде господина Филиппа и ежек, которые с ними, это всему помогают. Ведь давайте откроем с вами сайт парламента, почему там висит румынский язык, а не молдавский язык, хотя Конституция до сих пор прописана молдавский язык, ее никто не отменял. И еще не поменяли статью 13, часть 1. Почему господин Канду и господин Филипп вместе с Министерством юстиции нагло врут всему народу? Когда Конституционный суд признал устаревшим закон о функционировании языков, все трое вышли и сказали, да вы не бойтесь, ничего не случилось. И вот да, признали устаревшим, но он действует до сих пор и будет действовать и далее. И вот буквально через полтора месяца после вот этих всех их ярых, пламенных заявлений, когда в нами была подготовлена законодательная инициатива об внесении изменений в закон 31 августа 1989 года, который на минуточку был Конституционным судом нашим, молдавским, в 2002 году признан как законом, входящим в Конституционное поле, то есть Конституционной юрисдикцией, который был признан Венецианской комиссией самым лучшим законом на постсоветском пространстве по урегулированию межэтнических отношений, на базе которого вышел закон о защите прав национальных меньшинств, да, и когда партия социалистов, спасибо большое фракции особенно и депутатам, которые увидели этот законопроект и согласились подписать его и пришли регистрировать в парламент, так какой казус произошел? Господин Канду отказался. А почему? Почему? Сославшись на то, что Конституционный суд признал его устаревшим и данный закон недействительным, поэтому вы изменения в этот закон наносить не можете. Так господин Канду... Ты когда вам говорил правду в таком случае? Вот господин Канду, вы можете определиться, он все-таки устаревший, недействительный, или он все-таки устаревший, но до сих пор живет, и ничего такого не случилось? То есть это наглая ложь, которая со стороны господина Канду и господина Филиппа и Министерства юстиции, которая просто открывает путь для внесения изменений в Конституцию румынского языка. Почему нами и была инициирована эта акция? Потому что мы понимаем, что если мы не встанем сегодня на защиту, и если мы не пойдем, не соберем подписи нашего населения, мы потеряем не только русский язык, мы потеряем и молдавский язык как государственный. Вот посмотрите, стратегические мысли, например, ведь мы не можем не понимать, что власть, придержащая данной ситуации, открывает двери, или точнее, может быть, уже этот процесс, не уже, а он, в общем-то, идет, а в данном случае усиливает этот процесс по размыванию молдавской идентичности. А это, в общем-то, грозит тем, что в перспективе возникнет вопрос о самой государственности Республики Молдова. Ведь власть, придержащая люди, которым доверено управление этой страной, в общем-то, ведут себя крайне преступно по отношению к собственному народу, к собственной стране. Вот как здесь быть? Почему нет какой-то оценки правовой? Возможно ли в будущем правовая оценка действий властей? Нет, ну, я вам больше всего скажу. Правовая оценка, конечно, возможна. И правовая оценка будет, я надеюсь, что опять в зависимости мы не можем сегодня с вами предугадать, как состоятся парламентские выборы, которые назначены в 2019 год. Но я все-таки надеюсь, что придут здравые силы уже наконец-то в это государство, придут наконец-то государственники, которые будут пересматривать, и не только пересматривать законы, которые были приняты, а не только будут пересматривать те законы-проекты, которые легли в парламент и ждут своей очереди, но также будут смотреть на действия, которые были произведены определенными должностными лицами. И я думаю, что очень много будет пересмотрено, в том числе и решений Конституционного суда, которые были приняты за последние полтора года. Даже, ну, далеко не будем ходить, не будем уже возвращаться, много было разговоров по поводу отстранения на 15 минут, когда признали, что декларацию о независимости превалирует над Конституцией, что вообще юридический нонсенс. Как может нормативный акт, который был раньше Конституции, принят, и принят причем на площади, не большинством населения. Да, это дал толчок на то, чтобы Молдова стала независимой. Но пункты основные, которые были указаны в декларацию о независимости, легли в Конституцию, и после того, как Конституция была принята, этот акт стал просто историческим. Символом таким. Он потерял, он потерял уже свою юридическую силу и политическую силу. Он просто приобрел историческую ценность. Не более того, как Конституционный суд, имея Конституцию, да, благодаря, кстати, которой он и появился. И появился и Кодекс Конституционной юрисдикции, появился закон о Конституционном суде. Вы же появились, исходя из чего? Исходя из принятой Конституции, а не Декларацию о независимости. И тут они ее ставят выше Конституции. Понимаете, в чем нонсенс? Или когда они берут закон, да, вот уже, о котором непосредственно тема сегодня, о функционировании языков, признают его устаревшим. Ребята, там вроде сидят доктора-хабилитат права, доктора права. Вы что, не понимаете? Во-первых, кто имеет право признать устаревшим любой закон, любой нормативный акт? Только орган его издавший. Вы что имеете к изданию законного функционирования языков? Это прелегатив вообще парламента. Вы какие имели в виду полномочия? Какие у вас признавать его устаревшим? Вы имеете право сказать, конституционен или неконституционен. Но они не могли сказать, что он неконституционен, потому что уже было решение суда 2002 года, и им надо было выкручиваться. Понимаете? Второй момент. Даже у парламента сегодня нет полномочий признавать какие-то нормативные акты устаревшими. Но даже если они пошли на то, что признали устаревшим. Теперь у меня другой момент. Хорошо. Раз вы признали его устаревшим. А момент недействительности когда наступает? С момента, когда вы вынесли решение? Или все-таки с момента, когда парламент, как орган, издавший этот нормативный акт, примет решение, что этот закон недействительный? Потому что если мы пойдем по логике, что после решения конституционного суда любой закон становится недействительным, по методу, что он устарел, то тогда получается, что у нас нарушится вся система. У нас порушится вся система сдержки противовесов и разделения властей. Почему? Потому что завтра парламент может посмотреть на постановление правительства или постановление, или распоряжение какой-то премарии. И сказать, что, ребят, вы там пять лет назад приняли постановление, вот такое классное, но оно устарело. И получается, что оно исчезает, оно становится недействительным. Тогда все будут налазить друг на друга. И что у нас? Мы стремимся к правовому демократическому государству? Или к хаосу? Я вижу пока, что такими действиями мы стремимся к хаосу. И способниками этого хаоса сегодня является только парламентское большинство. Ну, если вот говорить о логике, ваш комментарий того, что произошло не так буквально накануне, когда на акции протеста, организованной, опять же, правоарадикальными партиями, не пустили группу унионистов, которые ехались поддержать эти партии, платформу «Да» и партии «Майя Санду», в этом стремлении признать нас общим каким-то единым целым, что, в общем-то, отрицало бы, наверное, и наличие государственности в Республике Молдова. И, то есть, все это еще, ну, знаете, дополняет такая вишенка на торте, вызывают посла Республики Молдова в Румынии и отчитывают, как же так, почему вдруг вот хорошие парни не могли попасть на площадь, на центральную площадь Кишинева. Ну, во-первых, скажем так... Даже если представить, извините, вот зеркальную противоположную ситуацию... Вы у меня как забрали уже первую часть моего ответа. Вот я хотел как раз и начать с этого. Давайте представим наоборот, что мы с нашими флагами Молдовы поедем сегодня... Например, в Ясы, да. Да, в Ясы, которая исконно молдавская земля, и, скажем так, Ясы наши. Интересно, сколько мы там простоим? Или просто в качестве исторического какого-то там марша. Нет, а мы там, сколько мы там простоим на той площади? Ну, я думаю, что до пяти минут это точно. Потому что у нас просто приедет полиция... Ну, допустим, мы вот проедем аккуратненько, и там просто встанем с флага. Ну, максимум мы простоим там пять минут. Это максимально. Потому что полиция тут же приедет, нас арестует, еще и штраф получим. Еще и получим такой депорт, что больше не заедем на территорию Румынии. Но меня очень удивляет, вы знаете, что... Ну, то, что посла вызвали, это все понятно. Да, там Румыны, ай-яй-яй, какие вы нехорошие, вы стремитесь в Европу, только через нас можете попасть. А еще мы, пожалуй, все Америки, она вас тем более там накажет, не даст очередной транш или еще что-то. Это мне все понятно. Мне непонятно, почему позиция Мидеи. Ну, вроде там должны сидеть толковые, образованные люди. Вы за что сейчас извинились? Ведь давайте посмотрим в суть проблемы, да? То, что Майя Санду выступила в защиту унионистов, браво! Показала очередной раз свое лицо. Показала то, что она против Республики Молдова. То есть то, что она хочет разрушить это государство. Можем только поаплодировать. Но меня другое интересует. Почему все смотрят, что вот не пустили унионистов? А никто не задал вопрос, почему их не пустили? А ведь все очень просто. Есть определенные законы и положения о прохождении государственной границы. Правильно? Правильно. Когда они подошли к государственной границе Республики Молдова, их пограничная полиция и таможенная служба попросила предъявить документы. На что они дали отказ и сказали, мы идем на свою территорию. Так скажите мне, пожалуйста, а что должны были делать органы правопорядка, которые отвечают за безопасность государства, для которых есть конституция и есть законы? Если бы они их пропустили, у них бы полетели погоны. То есть вы хотите сказать, что вот те полицейские и таможенники, которые там стояли, должны были рискнуть своими погонами и своими зарплатами для того, чтобы пропустить 30-40 человек, не досматривая документов и вещи? Хочу повторить ваш вопрос тогда, почему извинялись перед румынской стороной? Вот, понимаете, но извинялось только Медея. Ведь, заметьте, не было извинений ни со стороны правительства, ни со стороны МВД, потому что извинений не должно быть. Все было в рамках закона. Они не хотели предъявлять документы при прохождении границы. Вы не хотите условия выполнять и закон, значит, естественно, мы вас не пускаем. Причем меня еще одно удивляет. Когда вы проходили со стороны Румынии, вы понимали, что если вы не предъявите документы, вас просто не пропустят, и там они их предъявили. А здесь мы шагаем по своей земле. Это отношение, в принципе, к самим молдаванам, со стороны граждан румын. Вот, так это называется, о чем мы говорим. Что ребята, те, которые призывают нас к объединению с румынами, вот с вами так и будут всеми поступать. Если вы не помните 43, 42, 44 года, так пойдите спросите у бабушек и дедушек, которые здесь жили, как румыны издевались над молдаванами хуже, чем фашисты. Спросите у ромов, как над ними издевались румыны в те годы. И хотят ли они сегодня объединения с румынами? Убийство даже трудно назвать издевательством, это практически уничтожение народа. Нет, издевались не только сжигали, убивали лагеря. Издевались просто, вот приходили в деревни, издевались над женщинами и детьми. Били, истязали, забирали продукты, травили колодцы. Это все было. Вы хотите такой жизни? Вы так стремитесь в Румынию, чтобы быть такими? Румыны никогда, вот вас там 6-7-8% сколько есть, никогда не будут читать наравне. Вы всегда, они будут господарями, а вы будете вассалами. И это будет всегда, как и было ранее. Для чего нам это? Мы красивая страна. Мы должны жить одной страной Республики Молдова. Давайте развивать ее вместе. Давайте говорить на нашем родном языке, на молдавском языке. Потому что на этом языке, извините, говорил и Штефан Челмария, и Дмитрий Кантемир. И есть исторически доказанные документы, где Штефан Челмария дарил своему брату землю Албишара, возле колодца Албишара, и писал, что это молдавская земля. Это было еще со времен Штефана Челмария. И Штефан Челмария, и Дмитрий Кантемир оба говорили на языке молдавском. И говорили о том, что существует государство Молдова. Так вот это государство Молдовы и должно существовать. Есть такое интересное наблюдение политических аналитиков относительно соседнего государства. Я думаю, многие из нас бывали в Румынии, передвигались автотранспортом, наблюдали, что происходит, как развивается Румыния в последние годы. Так вот есть такое наблюдение, что как раз инвестиционный поток, или вкладывает румынское государство в основном в южные, центральные районы, западные, северные, восточные районы, то есть правобережье прута, инвестициями обходит. В принципе, наверное, отчасти понимая, что будущее для своей страны, для их страны, может развернуться несколько иначе, чем им хотелось. Поэтому эти территории в таком полуаграрном состоянии, без промышленного потенциала. Мне очень интересно другое. Наши сторонники объединения с Румынией кричат, что мы должны объединиться с Румынией. И Румыния это поддерживает. Мы видим в парламенте заявления. Но для Румынии это и очередная легитимизация собственности, собственного государственного состояния. Но когда почему-то заявила Венгрия о том, что они хотят забрать свою исконную историческую территорию, чего так Румыния начала кричать, что ой-ой-ой, это делать нельзя. Ой-ой, Европейский Союз, посмотрите, что Венгрия притязание делает. Хотя венгерская часть Румынии тоже хочет отделиться. И тоже претендует на то, чтобы уйти в Венгрию. Так, господа румыны, вы определитесь. То есть тут, ой-ой-ой, что вы делаете, мы обратимся в Европейский Союз, а тут мы хотим поглотить. Нет, так дело тоже не пройдет. И пусть не надеется сегодня Румыния о том, что нас может поглотить Молдову. Все-таки у нас 75-80% населения, которые хочут жить в Республике Молдова и жить на этой территории. И я думаю, что это будет только увеличиваться, а не уменьшаться, особенно после парламентских выборов. Ну и, в общем-то, под занавес, все-таки хотелось больше поговорить по поводу этой инициативы, общенациональной акции Республики Молдова в защиту молдавского и русского языков. Если можно поподробнее, ведь все равно в наш адрес журналистов телеканала Акчен ТВ после нашего эфира будут поступать вопросы, где можно поставить подписи, как это будет происходить в деталях и что за всем этим может последовать. Да, значит, инициаторами данной акции являюсь я как представитель общественной палаты при президенте и общественная организация «Заря». Где получить подписные листы, это для волонтеров, которые хотят просто ходить и собирать эти подписи, с понедельника на официальном сайте заря.мд будет вся информация, где можно прийти и получить подписные листы для того, чтобы собирать подписи. Также на этом сайте и по всем социальным сетям будут адреса и будут местоположения, где, в каком городе и когда будут осуществляться акции по сбору подписей. Наши волонтеры будут одеты в специальной футболке с нашей символикой и будут ходить из села в село, в города, подходить к людям и представляться, говорить, что они собирают. То есть, чтобы вы понимали, не нужны никакие ваши паспортные данные, ничего. Нам нужно только ваша фамилия, имя, нам нужен город, в котором вы проживаете, то есть даже адрес не нужен. Просто город, где вы проживаете и номер телефона, и ваша подпись. Номер телефона нужен не для того, чтобы опять мы их использовали в каких-то целях. Номер телефона нужен для того, чтобы нас потом не обвинили, что мы сами там написали 300-400 тысяч. И все хорошо. В крайнем случае, кто захочет перепроверить, он всегда сможет взять, позвонить по этому номеру телефона и спросить человек, оставил он эту подпись или нет. То есть, чтобы люди понимали, мы не хотим расширить организацию за счет персональных данных. Мы не собираемся открывать там магазины, бары, рестораны, собирать у людей паспортные данные, потом делать их членами партии или членами общественной организации. Ну, у нас есть опыт такой, у некоторых партий, которые себе за полгода делают 20 тысяч партийцев. Нет, у нас другая цель. У нас цель именно собрать реальных людей, которые поддерживают эту идею. Вверху стоит просто одна надпись. Поддерживаете ли вы в Республике Молдова? Молдавский язык государственный, русский язык официальный. Кто поддерживает, соответственно, ставит свою подпись. Вот как это будет происходить. Также мы для диаспоры запустим онлайн-петицию, то есть онлайн-сбор подписей, которые тоже можно. Ну, понятно, не все находятся в Республике Молдова, но, поверьте, многие, которые трудятся сегодня за пределами Молдовы, также хотят, чтобы молдавский язык был государственным и русский язык был официальным. Особенно те там 600-700 тысяч, которые сегодня трудятся в России. Поэтому для них мы также запустим ресурс. Когда мы планируем акцию пока, до конца ноября месяца, и мы не ставим перед собой каких-то жестких целей, но хотим до 500 тысяч подписей собрать. Почему? Потому что, если вдруг, не дай бог, будет подан новый закон о функционировании языков, где пойдет государственный язык румынский, мы тогда сможем поднять большой хай. Мы сможем прийти в парламент и показать подписи людей, чего они хотят. Мы можем поднять все международные структуры и показать подписи людей, чего они хотят. Мы можем поднять тогда вопрос в правительстве, вопрос по недискриминации и иные органы, для того, чтобы мы отстояли наше право и нашу конституцию. В последующем мы все-таки надеемся, что те изменения, которые были разработаны и подписаны партией социалистов, будут приняты парламентом и будут внесены в закон о функционировании языков, где мы застолбим все-таки молдавский язык как государственный. И на будущее, когда уже сменится парламент, мы придем с теми же подписями уже к тому большинству парламентскому, который будет, надеюсь, уже не такое, как оно будет сейчас, и попросим, чтобы они закрепили русский язык как официальный язык в Республике Молдова, исходя опять-таки из подписей, которые будут собраны. То есть, скажем так, это мини-референдум для наших граждан, для того, чтобы, не просто для формирования, сформировать мы можем и так, но нам нужно поддержать эту законодательную инициативу и наконец-то показать всем власть придержащим, что в Республике Молдова за независимость и суверенитет отвечает народ, а не какая-то шаечка депутатов или либерально настроенных политиков. Спасибо вам. Достаточно все понятно и ясно, и, в общем-то, вполне откровенно. И хотелось бы, конечно, чтобы это начинание получило самый широкий отклик у граждан Республики Молдова, потому что ведь в этом всем есть и отклик на понимание того, как отстоять и свой собственный язык, и свою государственность, и свое право жить, воспитывать своих детей на территории своей страны, которая называется Молдова. Никак иначе. И которая имеет свой молдавский язык. Спасибо вам. И вам спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был представитель общественной палаты при президенте Республики Молдова доктор Права Сергей Мишин. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова